Всем привет! Это канал Жизнь в Украине и данное видео будет посвящено посылкам из Китая, продуктам из Китая, товарам из Китая. Не так давно я попросил на обзор одного из китайских магазинов, он называется Banggood. Три аксессуара, два из них к велосипеду и один к кухне. Они ко мне уже пришли, я их распаковал, ними попользовался, поэтому это видео будет не столько распаковка, сколько больше обзор на уже полученные товары из Китая. Итак, поехали! Посылка пришла в вот таком большом пакете серым, в нем были следующие вещи. Кухонная досточка для нарезки овощей, семейный велосипедный ключ, а также пара велосипедных перчаток, которые одеваются на руки для того, чтобы держать велосипедный руль, было комфортно и было комфортно падать и не бить руки. Давайте по порядку во всех этих вещах. Как вы поняли, это касается у нас велосипеда, это касается кухни. Я думаю, есть люди, которые смотрят мой канал и катаются на велосипедах, либо имеют отношение к кухне. Данное видео будет сопровождаться фотографиями, где я уже тестировал эти товары. Меня всегда удивляла будная фантазия китайских дизайнеров, которые придумывают много различных, по-моему, мало полезных гаджетов для кухни, которые преимущественно выполняют только одну функцию. Мне казалось, что если скупить все придуманные ними штуки, якобы упрощающая жизнь, на самом деле жизнь усложнится, кухня будет завалена хламом. Если вы со мной согласны, поставьте лайк. Впрочем, это касается не только предметов кухни. Поэтому я решился пока взять на обзор китайского магазина всего лишь разделочную доску. Когда смотришь какие-то проекты, связанные с ресторанами, например, у нас в Украине популярный очень мастер-шеф, то там частенько говорят, что для профессиональной кухни должна использоваться только пластиковая разделочная доска. И объясняет это тем, что в деревянной доске при резке продуктов въедаются и частицы этих продуктов, это жиры какие-то. Потом в этом размножаются бактерии, грибки. Я на самом деле встречал грибки в деревянных досках. Я также помню в детстве, как моя бабушка соскабливала ножом деревянные доски слои жира, чтобы почистить эту доску. Это была доска, на которой резалось мясо. Значит, какая-то доля правды в этом всем есть. У меня нет профессиональной кухни, но для домашней кухни и ради теста, интереса, чтобы вам показать. Я решил попробовать, заказал вот такую пластиковую доску. Во время заказа она стоила 2 доллара 35 центов. Это приблизительно 60 гривен на наши деньги. Это был, по-моему, самый большой размер L. Сейчас ее цена чуть выше 2,90. Доска, если ее так вообще можно назвать, как вы видите, больше походит, как по мне, на лист пластика. Она вот гнется. Она была упакована в прозрачный пакет, который, в свою очередь, был запакован вот этот серый пакет. Я вам же его показывал. Больше никакой дополнительной защиты нет, потому что, ну, производитель посчитал, что нам больше никак с ней ничего не случится. Хотя я не согласен. Вот, видите, есть вот такая вмятинка. Видимо, нужно упаковать лучше. Либо она была повреждена во время уже какой-то транспортировки либо производства. Ну, меня это не сильно огорчило. Толщина доски всего 1 миллиметр, поэтому я говорю, что она мне больше похоже на из пластика. Вот так видно, ее толщина вмещается между двумя делениями, а это ровно 1 миллиметр. Материал ПВХ, она гнущаяся, ее можно гнуть, можно нарезать продукты, скидывать в кастрюлю. Здесь есть дырка, можно вешать на крючок. На моей доске нарисована рыбка, но это ничуть не меняет то, что на ней можно резать и другие продукты. Я на ней резал овощи, несколько дней резал их ножом и понял, что доска ножом не прорезается насквозь, то из дырок не получается. Однако следы от порезов остаются. И там, где нож проходил по вот этой цветной синей краске, краска снимается или срезается. Это меня расстроило. Пусть и пару миллиграмм, но я не хочу есть вот эту китайскую краску. Я вам сейчас попытаюсь показать. Вот вы видите порезы на краске. Однако я сразу нашел выход из положения, достаточно ее просто перевернуть. С этой стороны краски нет и резать на этой стороне. Мне действительно классно, ее легко мыть и жир в нее не впитывается. На столе доска не скользит. И краткие выводы к данному товару. В итоге таких незамысловатых тестов я пришел к выводу, что данный девайс для кухни очень подходит, особенно для каких-то жирных продуктов, которые явно впитываются в дерево. На деревянной доске я, допустим, как и прежде, буду резать себе хлеб. Вот, в принципе, все, что я могу сказать об этой доске. Я ее рекомендую. Дальше будет обзор еще двух аксессуаров велосипеду. Поехали дальше.